Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Малахов Игорь Михайлович. Я являюсь специалистом ОГОВ Центра, врачом-урологом-андрологом и врачом ультразвуковой диагностики. Сегодня мы с вами поговорим про бесплодие. Поговорим пока в разрезе причин, классификаций этого явления, а потом уже в последующем рассмотрим более детально методики борьбы с этим недугом. Начнем мы, наверное, с определения, что же такое бесплодие. Бесплодие немножечко такой термин, который режет слух и неприятен для восприятия. Существует еще такой более ласковый термин, как инфертильное состояние. Что же это такое? Это значит отсутствие наступления беременности в супружеской паре в течение одного года при условии регулярной половой жизни. Но хотелось бы иногда сказать, что они условные, потому что все это будет зависеть от какой-то возрастной ниши наших пациентов. Если пациенты достаточно молодые люди, то, в общем-то, мы во времени так сильно не скованы. А если они, в общем-то, уже, так сказать, возраст их переходит, там, ну, женский условно, там, выше 35, там, мужской, там, выше 45. Ну, это все условно, конечно, потому что нет одинаковых людей. И возраст это, в общем-то, еще такая относительная единица. Но, тем не менее, вот тут, конечно, целый год ожидания — это огромная цифра. То есть иногда, конечно, приходится ориентироваться на меньшие сроки, может быть, там, полгода, потому что иной раз и каждые полгода дороги. Но, тем не менее, официально это отсутствие в течение одного года. Причины можно рассматривать под разными углами. Классификации всегда не чрезвычайно обильны, там, по этим признакам, по тем признакам. Вот, но мы там разберем по вкладу полов. Да, там, существует такое понятие, как мужской фактор, женский фактор и смешанный фактор, когда накладываются какие-то ситуации со стороны мужчины, накладываются на заболевание женщины. Вот. Ну, условно считается, что вклад мужского фактора и женского фактора — это 50 на 50. 50 процентов женщины вносит, а 50 процентов мужчины. Опять немножко по классификации. Иногда, конечно, какая-то четкость в работе, она не помешает. Мы условно, условно делим людей на каких-то там три группы, да, достаточно явно перспективные, то есть с небольшими изменениями, там, в показателях спермограммы, с небольшими изменениями в плане, там, здоровья. Вот. Они высоко перспективные в плане естественного зачатия. Вот. Вторая группа — это пациенты, к которым мы относимся все-таки уже с большим пессимизмом и предполагаем, что им не обойтись без вспомогательных репродуктивных технологий. Ну, и третья группа — когда мы не совсем понимаем, в какую сторону шатнется ситуация. То ли они пойдут планировать беременность естественным путем, то ли им потребуется помощь современных технологий. То есть тут мы уже будем наблюдать, но не бесконечно, конечно же. Вот. И потом уже впоследствии по результатам лечения отнесем их в ту или иную группу. Либо на естественные, либо на вспомогательные репродуктивные технологии. Ну, условно опять делим, чем мы на сегодняшний день обладаем не только вот альтернативной, но и официальной. Мы как бы все-таки в одной лодке сидим, я считаю, да. И поэтому мы немножко будем говорить про методики там и ориентиры официальной медицины сегодня тоже. У нас как бы три пути, да. Это первое — консервативное лечение, это всякие различные медикаменты, биологически активные добавки, разные техники массажа, правки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это оперативные методы лечения. Для мужчин это прежде всего оперативное лечение варикоцеля, расширение вен семенного канатика — это абсолютно отработанные, прозрачные, предсказуемые технологии. Для женщин наиболее часто по причинам это спайки в малом тазу, в районе маточных труб, в районе яичников и различные полипы в полости матки и в цервикальном канале. И последнее, как бы третье — это вспомогательные репродуктивные технологии. Да, это внутриматочная инсеминация, процедуры ЭКО и ЭКСИ. То, чем занимается отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Конечно, мы никогда не спешим говорить нашим пациентам, вот, давайте, бегите, делайте ЭКО. Нет, нет, мы, конечно, здесь с вами сидим и пытаемся помочь, максимально проводя борьбу за естественное зачатие, за естественное. Хотелось бы немножечко рассказать об основном документе, об основном анализе, которому мы подвергаем мужчину. Да, это исследование семени мужского под микроскопом. Называется это исследование спермограмма. Я вам покажу, как оно выглядит на сегодняшний день. Это значит, как вы видите, очень много различных показателей, прям целый список. Вот, и вот раньше, в более ранние времена, этот анализ оформлялся более лаконично, скажем так. Вот, например, мне очень нравится этот бланк из Эквадора, очень симпатичный и, как бы видите, информация здесь представлена по неким информационным зонам и для восприятия врача и пациента это более комфортно. Важным может оказаться любой из этих показателей, но все-таки основные показатели, группы, скажем так, группы показателей, на которые мы должны с вами ориентироваться, это какие? Это наличие количества сперметозоидов в эякуляте, то есть, сколько их есть вообще. Вот, это наиболее, так сказать, ну, говорить наиболее, наименее важное. Всегда можно попасть в просадку, потому что найдется люди, которые это спорят, но количество это, наверное, все-таки прежде всего. Далее идет такой показатель, как подвижность. Они должны, безусловно, двигаться. Это важно для естественного зачатия, для вспомогательных, репродуктивных технологий. В общем-то, это подчас не важно, а для нас с вами важно, чтобы они двигались. И последнее, это их внешний вид, называется таким словом, как морфология. И, ну, четвертый пункт, который просто бегло тоже это важно, это наличие лейкоцитов, их не количество. То есть, это наличие или отсутствие степени воспалительного процесса в семенных путях мужчины. То есть, получается, что концентрация, подвижность, морфология и количество лейкоцитов. Это я вот вам вычленил основные, хотя там есть масса других важных и нужных показателей, но чтобы не запутаться, мы сейчас их рассматривать не будем. И мне хотелось бы, чтобы люди, которые, в общем-то, занимаются вопросами репродукции, они всегда, всегда выполняли эти анализы. Но это я, естественно, обращаюсь к людям, которые не являются работниками здравоохранения, но которые работают на этой ниве, вот в сфере народной медицины и подобные наши коллеги. Вот, что анализ, этот анализ выполнять обязательно надо. Для чего? То есть, мы должны убедиться, что сперметозоиды в семье мужчины присутствуют. Они есть. Вот это, наверное, самое главное, когда мы хотим сказать о каком-то прогнозе, какой-то ясности. Потому что какие-то, ну, какие-либо отклонения спермограмме всегда найдутся. Что-то там недостаточно морфологии, процент недостаточно высокий, или они не очень быстро бегают, или они несколько снижены. К этому мы должны относиться, так сказать, не очень строго. Нету прямой корреляции, что если хорошие спермограммы, то обязательно будет быстро зачат здоровый ребенок, или плохая спермограмма, это значит мужчина ни на что не годный. Эти рассуждения неуместны. И наша задача, выполнив спермограмму, прежде всего увидеть, что есть там сперметозоиды или их нет. Вот это, наверное, самое важное. То есть, если сперметозоидов в семени нет, называется это азооспермия. Термины, конечно, применяемые в заключениях спермограммы, они, так сказать, такие вот немножко для восприятия, не очень приятные. Такие заключения можно встретить как астена, терата, зооспермия. То есть, после прочтения подобных заключений люди быстро бегут в интернет, смотрят, что же это такое по своей сути значит и потом уже не спят ночами. На самом деле, в общем-то, за этим ничего не стоит и они вполне дееспособны и могут зачать ребенка. Даже при таких не совсем идеальных показателях спермограммы. То есть, еще раз повторюсь, что наша задача это увидеть есть или нет сперметозоиды. Вот если их нет, то тут уже надо понимать, что шансы, шансы наши, они уже, конечно, минимальны. Значит, далее рассматривается два пути, что сперметозоидов нет. В силу того, что они не производятся, это первый случай, и в силу того, что они производятся в яичках, но не способны продвинуться далее по трубочкам семя выносящих каналов из-за спаечного процесса. Предугадать вот эти две вариации на основании каких-либо анализов и медицинских исследований очень-очень сложно. Мы должны просто предпринимать какие-то лечебные попытки для того, чтобы потом контролировать, появилось ли семя сперметозоиды в семени, либо не появились. Если взять какие-то кусочки пробы из мужского яичка и посмотреть их под микроскопом, только тогда мы уже точно можем сказать есть там сперметогенез или нет. Иначе это предсказать очень сложно. То есть надо убедиться на основании этой спермограммы, что сперметозоиды есть или их нет. А то, что они какие-то не такие, это как правило вы будете встречаться, что они какие-то не такие. Наиболее часто боятся малого количества морфологически нормальных форм. Этого бояться не надо. Сейчас такие современные краски, это называется окраска по Крюгеру, которые позволяют заметить любую шероховатость на поверхности сперметозоида. Эта малейшая шероховатость заставляет отбросить этот сперметозоид в сторону как морфологически ненормальный. На самом деле он вполне нормальный, но внешний вид не позволяет. И поэтому при этих современных красках всего-навсего 4% из 100% уделяется, выпадает на нормальные формы. И поэтому большинство врачей и специалистов, которым попадают такие мужчины, они смотрят анализ и говорят, что у вас там 3% нормальных форм, 2% нормальных форм, 1%. Это ужасно плохо, это недопустимо, будут рождаться уроды. Это абсолютная чушь. Некие снижения этих показателей, они, собственно говоря, ни о чем не влияют так безапелляционно на процесс зачатия. То есть мужчины с какими-то заниженными цифрами по морфологии, по подвижности, количество важно безусловно. Если там будут какие-то единичные, тысячи, не миллионы, то это тоже подлежит определенным разборам. Но тем не менее. То есть не надо впадать вот в такие рассуждения, что все плохо. Это неправда. То есть наша задача есть или нет. Вот это вот основное. А дальше уже будем разбираться. Прогнозы строить очень аккуратно, никак не комментировать. То есть современные доктора даже стараются, чтобы лаборатории не писали эти заключения, потому что пациенты начинают это читать. Потом, так сказать, лезут в интернет и разубедить их в том, что они вполне состоятельные люди и не так все плохо. Дело обстоит очень сложно. Да, кстати, ну и спермы, конечно, из семени можно извлекать и не только анализ спермограммы. Там есть очень большой список всяких разных позиций, которые можно подвергнуть анализу. Но самое важное, это вот и самый первый, куда вы должны бросить свой взгляд, это спермограмма. Ну, в самом ходу еще в современном обществе медицинском, еще, наверное, парочка анализов. Это мартест, так называемый, мартест. Это что он из себя представляет? Это то количество сперметозоидов, на которых верхом катаются антитела, прилепленные. Они их, как правило, немножечко обездвиживают, снижают подвижность. Это называется мартестом. То есть это относится к иммуному бесплодию. И последний анализ, он довольно дорогой. Он называется фрагментация ДНК. Он все шире и шире входит в обиход. Он свидетельствует о том, что ниточки ДНК, которые находятся в головке сперметозоида, они, предположительно, имеют внешний нормальный вид. Они не рваные. Когда слишком много рваных ниточек ДНК в головках сперметозоидов, это уже требует определенного лечения и аккуратного подхода к таким пациентам. Потому что они не только могут приводить к долгому ненаступлению беременности, они могут приводить к прерыванию беременности у женщины. То есть это такой важный показатель. Считается, что в силу дороговизны мы не должны его назначать при каждом первом поперечном, только по показаниям. Как правило, назначают только тогда, когда какие-то репродуктивные потери у женщины происходили. Один выкидыш, два. Я стараюсь не дожидаться, конечно, таких вещей. И все-таки, если люди, так сказать, финансово состоятельные, предлагать им выполнение этого анализа. Теперь поговорим о причинах мужского бесплодия. Потому что я немножечко тут чуть-чуть упомяну по поводу женских факторов в самом конце. Но не системно, а так выборочно. Самые распространенные причины мужского бесплодия, самые примитивные, это наличие воспалительного процесса. Как мы его выявляем? Да, каким образом? Просто кинул взгляд на этот самый пресловутый анализ спермограммы, о коем я упомянул выше. Там есть такая строчка, значит, где написано лейкоциты. Количество в одном миллилитре не должно превышать одного миллиона лейкоцитов. Если лейкоциты выше одного миллиона, делается заключение, что у данного мужчины воспалительный процесс и необходимо с ним бороться. Ну, методы борьбы там, они, так сказать, будут разные, там противовоспалительные, антибактериальные препараты. Вот желательно знать, какие именно микроорганизмы привели к этому воспалению. Это вот самое первое, самое понятное, она это причиновлиятельная. То есть, если есть воспаление, то как правило, как правило, бесплодие имеет место быть. Ну, не бывает правил без исключения. Бывает, что лейкоциты-то есть, но они такие вяленькие, что, так сказать, сила вот окислительных процессов в них, она минимальна. Бывает, но это редко. Когда лейкоциты есть, а вреда, в общем-то, от них никакого, в общем-то, и нет. И мужчина может зачать. А как правило, нет. То есть, есть прямая связь с бесплодием. Вторая стандартная такая, наиболее часто встречающаяся причина у мужчин, это варикоцель. Это расширение вен семенного канатика. Вот это очень большая тематика. Я сейчас не буду на ней останавливаться глубоко. Там можно говорить часами под этим углом, под тем, под разными углами. Но, значит, коротко, что само наличие варикоцели еще не обозначает, что мужчина бесплоден. То есть, к расширенным венам семенного канатика нужно еще добавить несколько вещей, и тогда уже мы можем твердо рассуждать, повлияет ли это на способность к деторождению, либо не повлияет. Первое, что мы должны сделать, это понять, нет ли обратного кровотока по этим венам в момент вставания мужчины, в момент напряжения брюшного пресса, при кашле. То есть, это легко определить при выполнении ультразвукового исследования. Если мы видим, что обратный кровоток имеет место быть, имеет место быть вот варикоцели, мы делаем заключение, что да, варикоцели в данном случае может приводить к бесплодию. То есть, без анализа дополнительного фактора мы не имеем права говорить, что если у вас расширение вен семенного канатика, то именно это точно является нет. Только вот при наличии обратного кровотока по этим венам. И еще дополнительно мы используем опять-таки вот этот анализ на фрагментацию ДНК, то есть на наличие рваных ниточек ДНК. То есть после устранения варикоцели обратного кровотока в области яичка мы не находим и количество сперметозоидов с рваным ДНК тоже мы не выявляем. Там все нормализуется. На все про все, как правило, уходит 6 месяцев после устранения варикоцели. Ну, у меня тут такая картинка подвернулась. Раньше, когда разговор шел о варикоцели, прежде всего говорили о том, что повышение температуры очень важно. Вот у меня такая картиночка сохранилась. Это термография. Сейчас она особо не употребляется в силу ненадобности, но наглядный такой метод. И до сих пор многие доктора используют это, но не вошло это в такую повсеместность. И вот здесь вот вы видите фоточку такую. Тут выраженная очень варикоцели. Вот и вот там, где наиболее ярко, вы видите, тут отмечены температуры. Вы видите вот разброс температурный. Вот и видно, что насколько высока температура со стороны поражения. Это мошонка, сфотографированная сзади, со стороны спины. Вот в данном случае это левосторонняя варикоцели. И видно, как сильно, какой градиент перепады температуры. Третья причина мужского бесплодия, наиболее часто встречающаяся, связана с эндокринологическими нарушениями. Ну какие вот органы у нас влияют на репродукцию. Это гипофиз, который расположен в черепе. Это сами яички. Это щитовидная железа. Но считается, что надпочечники тоже, в общем-то, делают свой вклад. Что у нас в гипофизе? Какие гормоны? Ну, как правило, три гормона. Это пролактин. То есть, ну, у мужчины он как бы присутствует в минимальных количествах. Это для женщины он, так сказать, функционально важен. Это кормление грудью, лактация. Вот. У мужчин он присутствует, но минимально. Но в случае тех или иных отклонений и заболеваний этот пролактин повышается. То есть, важно повышение пролактина. Это оказывает большое влияние на фертильность. Два других гормона гипофиза. Это ЛГ и ФСГ. То есть, они переводятся как лютеинизирующий гормон и фолликул стимулирующий. Вот само словообразование, название этих гормонов, оно подразумевало, что оно было ориентировано на женский организм. Потому что у мужчины нет фолликулов, там нет лютеинизации. Это все женщиноориентированная терминология. Но тем не менее, она уже устоявшаяся, и мы применяем ее также по отношению к мужчинам. То есть, ЛГ и ФСГ. Вот эти два гормона. ЛГ, он у нас вырабатывается, вот еще раз повторюсь, в этом гипофизе. Он предназначен для определенных зон мужского яичка. И в результате его воздействия вырабатывается гормон тестостерон. То есть, ЛГ, он для тестостерона. Второй гормон ФСГ, фолликул стимулирующий гормон, значит, вырабатывается в гипофизе. Предназначен для определенных зон яичка. И он ответственен за формирование сперметозоидов в семенных канальцах. Значит, два гормона этих, ЛГ и ФСГ, они являются органами-кураторами по отношению к яичку. То есть, они дают команды на выполнение тех или иных функций. В данном случае это производство тестостерона и правильный сперматогенез в яичках. Ну, щитовидная железа. Два слова про щитовидную железу. Что любое отклонение в ту или иную сторону, в гипофункцию, либо в гиперфункцию. Гиперфункции крайне редко встречается, как правило, гипофункция. И у мужчин, конечно, она встречается гораздо реже. Это удел женских организмов, по большей части. Но мужчины тоже иногда страдают. Любое отклонение в ту или иную сторону влияет на фертильность. То есть, щитовидная железа, она как бы вот всегда включена в фокус внимания, когда мы рассматриваем эту тематику. Далее мы перейдем к следующей группе причин бесплодия. Эта группа мы озаглавим как иммунологические причины. Как мы должны здесь ориентироваться? Ну, ориентироваться мы должны по анализу семени, специализированному, про который я же немножечко упомянул выше. То есть, мужчина сдает семя и на базе этого семени выполняется так называемый Мартест. То есть, что он обозначает? Он обозначает наличие прикрепившихся антител к поверхности сперметозоидов. И тут надо различать два состояния. Когда это действительно иммунный конфликт, то есть, когда антитела атакуют сперметозоиды. Именно сперметозоиды. А вторая вариация – это когда иммунитет ничего не имеет против сперметозоидов, а он протестует против тех микроорганизмов, которые катаются верхом на них. И поэтому внешне вроде бы антитела приклеились к сперметозоидам, а на самом деле они приклеились к их попутчикам. И если это настоящее истинное иммунное бесплодие, когда к сперметозоидам мужчины, у него же у самого вырабатываются антитела и приклеиваются к ним, то это очень прогностически плохой признак. Когда такие ситуации возникают? Например, при травмах. Когда-то была травма яичка, не дай бог, с повреждением оболочки яичка. Потому что ведь есть такие у нас понятия, как барьеры. Гематоэнцефалический барьер, плацентарный барьер во время беременности у женщины. А есть барьер, который ограждает яичко от внешнего, не внешнего, от окружающей среды. Если произошло такое повреждение, иммунные клетки проникли внутрь яичка, то соответственно это будет настоящим истинным иммунным бесплодием. И бороться с этим явлением крайне трудно. На самом деле невозможно. Если положить руку на сердце. То есть такие мужчины, у которых выявлено настоящее иммунное бесплодие, они должны быть ориентированы на вспомогательные репродуктивные технологии. И на самые, к сожалению, так сказать, наименее естественные их части. То есть это метод ИКСИ. Берется генетический материал сперматозоида и он прям впрыскивается в яйцеклетку. Вот что такое настоящее истинное иммунное бесплодие. То есть мы делаем анализ семени, называемым МАР-тестом. Если мы видим там сто процентов или там выше девяносто, что сперматозоиды поражены антителами, то это слабо перспективные пациенты. То есть их надо отдавать именно вот в руки специалистов вспомогательных репродуктивных технологий. Иное же совершенное, когда мы видим МАР-тест, мы не такой высокий, там не сто процентов. Мы проводим какие-то мероприятия для того, чтобы снять воспалительный процесс, антибактериальную терапию, укрепляющую. И видим, что цифры эти снижаются, то мы делаем заключение, что это не настоящие иммунные бесплодия, а это вот в ответ на воспалительный процесс все происходило. На те микробы, которые прилепились к сперматозоидам, как я уже говорил выше, и уже антитела вырабатывались именно к ним, к этим микроорганизмам, а вовсе не к сперматозоидам. Это надо различать две эти вещи. Настоящие истинные иммунные бесплодия и вот псевдо, связанные с воспалением, с микробными агентами, которые прикреплены. По причинам пока вот таким, это я указал, наиболее такие часто встречаемые. Причин, конечно, гораздо больше, но это такие дежурные, скажем так. Значит, хотелось бы сказать, что нормальный анализ семени под названием норман зооспермия, как это звучит, еще не является критерием, что мужчина фертилен, ровно как и плохой анализ семени под таким вот названием, как олига, терата, астена, зооспермия, звучит это так. То есть это нарушение всех основных показателей. То есть это количество снижено сперматозоидов, подвижность их невысокая, внешний вид их не отвечает критериям. Вот это называется такими словами. Если там в заключении спермограммы будет стоять вот эти слова, это тоже не означает, что мужчина не фертилен. С подобными не очень благополучными показателями спермограммы вполне мужчины зачинают здоровых детей. К сожалению, у нас нету таких уверенностей. Мы не должны выказывать такой уверенности. Иногда часто врачи говорят, там, вы не можете, ну или там как-то так. Это, получается, мы накладываем психологический борьбе, барьер и наше заключение, оно сильно ни на чем не основано. То есть, как показывает обширная практика, то, в общем-то, не надо сильно опираться на какие-то изменения показателей спермограмм. Как правило, они присутствуют. И надо всегда мужчин ориентировать как бы оптимистично, что это не тотальное влияние, что мы это подправим и так далее. Осторожно еще раз повторюсь, когда сперметозоидов нету вовсе. И вот хотелось бы сказать, что когда мы находим какие-то такие серьезные отклонения, вот к примеру, вот отсутствие полностью сперметозоидов в анализе, мы тоже не должны прямо говорить ой, все плохо. Почему? Потому что надо повторить, мало ли что. Ну, например, там, не знаю, ошибка какая-то, перепутали пробирки. Вот в моей личной практике было, что молодой человек мне положил такой бланк, где отсутствовали сперметозоиды, а просто у него были многочисленные семяизвержения. Вот он не соблюл вот эти вот условия сдачи спермограммы. А буквально через несколько дней вполне сносная спермограмма была мне предоставлена. Поэтому, когда мы видим отсутствие сперметозоидов в анализе, обязательно надо будет повторить его там спустя 2-3 недели. Кроме одного единственного случая. Если вы снимете штаны из пациента, посмотрите на его мошонку, попальпируете его яички и вы увидите, что яички крайне маленькие, фундучные. Как я когда-то выразился, мне понравилось это слово. Оно образное и для понимания вполне пригоже. Фундучные яички. Не надо делать второй раз этот анализ спермограммы. Понятно, что тут действительно сперметозоидов нет. Теперь, значит, по поводу времени работы с подобными пациентами. Время. Время очень важный показатель. Считается, что мы не должны затягивать время до года. То есть, мы лечим пару один год. Если за один год мы не справились, то мы должны признаться, что наши методики не подходят и мы ничем не поможем. И тогда их надо ориентировать на вспомогательные репродуктивные технологии. И ежели пара, допустим, там какой-то возрастной момент, может быть даже ко времени относиться еще более бережно. Может быть год это даже будет чрезмерно много. Может быть полгода, так сказать, попыток нашей помощи. Ну, в зависимости от ситуации. То есть, со временем очень-очень надо быть деликатным. Повсеместно приходится сталкиваться, что бесплодие лечит не то, что годами, а просто какая-то бесконечность. Люди ходят, лечатся, лечатся, ходят. Они совершенно не знают, что конкретно с ними происходит. Тоже отсутствие сперметозоидов, к примеру, за которым кроется какое-то такое абсолютно не поддающееся лечению заболевания. Есть такие. А больной думает, надеется. Это никогда для него ничем не закончится, а он пребывает в неведении. Время идет. Иллюзии неуместные абсолютно. То есть, время. То есть, мы пробуем помочь паре год. В случае неудачи, если за год не справились, все. Мы передаем уже, так сказать, людям, которые обладают другими технологиями, современными технологиями вспомогательными. Пару слов по поводу фертильного периода. Что это такое по отношению к менструальному циклу. То есть, надо, необходимо знать такие вот вещи, как время жизни половых клеток. Время жизни женской половой клетки, аоцита, оно составляет всего-навсего 48 часов. То есть, двое суток. А мужские половые клетки, в зависимости от своего сорта, они могут выжить в половых путях женщины трое, четверо, пятеро суток. И вот от этого и складывается, собственно говоря, все это арифметика. То есть, получается, что у нас где-то там окно четверо суток в среднем. И по науке считается, что абсолютно бесплодный период – это спустя двое суток после овуляции и до окончания месячных – это абсолютно бесплодное окно. Инфертильный период. И вот сам факт овуляции. Хотелось бы немножко поговорить про женские факторы, но не системно поговорить. Я вот уже говорил до этого. Изборочно, выборочно. То есть, важно определить сам дату овуляции. Понимать. Потому что у женщины могут быть цикл нестандартный, не как в учебнике. В учебнике 28 дней, а бывает там 35-40. Бывают короткие, длинные циклы. Соответственно, овуляция опять не как в учебнике на 14 день, а сильно сдвинута вправо или влево. И отталкиваясь от этого, уже строить какое-то половое поведение. Хотя в идеале, конечно, не надо смотреть на календарь. В идеале надо просто жить половой жизнью с определенной частотой. Частоты два-три раза в неделю, в принципе, будет лучше, конечно, три. С большим перекрытием вполне достаточно, чтобы попасть в фертильную фазу менструального цикла. А те пары, которые прям высчитывают это до дня и так далее, они что делают? Они вызывают психологическую напряженность. Ну и прежде всего у мужчины. Он вынужден это выполнять как работу, как чувство долга. Он должен и это омрачает те чувства светлые, которые должны быть между мужчиной и женщиной. Это поход на работу. Психологически подавляет мужчину. То есть желательно этого избегать. Желательно этого избегать. Просто вот жить половой жизнью, когда вам уже сказали, что вы подготовлены, что вот уже можно. Вот. Если организм женщины и организм мужчины вполне здоровы, зачатие происходит быстро. Во первый цикл, во второй два месяца, ну три месяца максимум беременность наступает. Вот. Значит, по поводу женских факторов, которые вот лично мне приходилось на своей практике сталкиваться. Ну и делаешь выводы, что это часто встречающиеся вещи, важные вещи. Да. Вот пару слов по поводу полипов. Ну что полип это тоже такой фактор, который абсолютно препятствует беременности. Он как подобно внутриматочной спирали. Если полип присутствует, то, конечно, никакой беременности нам не видать. И бывает, как мы это видим? Но видим опять при ультразвуковом исследовании. Гинеколог видит. И вот приходилось сталкиваться с такими вещами, как что полип может находиться внутри полости матки, а он может находиться внутри шейки матки. Это немножечко разные вещи. Ну что это будет матка, но разные ее части. Так вот, внутри полости матки полип мы видим очень легко, незатруднительно. А вот в шейке мы не видим на ультразвуковом исследовании. Такая бедная женщина считает себя бесплодной, устраивает скандалы дома мужу. Вот. Она ходит к хорошему гинекологу, делает все необходимые исследования, но почему-то зачатие не наступает. И потом, по прошествии определенного времени, когда этот полип, находящийся в шейке матки, уже вырос до определенных размеров, наконец-то он виден не только на ультразвуке и даже глазом при осмотре. Вот. Наконец поставлен диагноз, далее избавление от полипа и мгновенная беременность. А до этого сплошные, так сказать, какой-то ад, скандалы и непонимания. Хотелось бы еще сказать про такой женский фактор. Ну, о нем я услышал, когда был повышение квалификации вот в институте акушерства и гинекологии от такого известного профессора Гамидова Сафара Исраиловича. Вот. Которые, когда приходят к нему мужчины, он обязательно интересуется женским фактором. И вот он указал на такой аспект, как ановуляторный цикл у женщины, такой своеобразный. Называется люфсиндром. То есть лютоинизация неовулирующего фолликула. Там в чем суть этого феномена. То есть яйцеклетка зреет, она дозревает до определенного размера. Вот. А потом не происходит никакого разрыва, никакого выхода яйцеклетки не происходит. И далее происходит обратное развитие и образование желтого тела. Если ультразвуковой контроль производился не часто, а редко в самом начале. И потом уже гинеколог видит созревший фолликул, потом он увидел желтое тело, он говорит женщине все прекрасно. Овуляция состоялась якобы. Вот. И причины понимания отсутствуют. Причина не найдена. На самом деле просто не было овуляции. Так вот для того, чтобы не пропустить вот этот фактор. То есть женщина обязательно должна пройти ряд ультразвуковых исследований. Это 3-4 ультразвуковых исследования. И достоверным абсолютно признаком свершившейся овуляции является наличие свободной жидкости позади матки в течение двух суток после овуляции. Это абсолютный вот такой твердый факт. Вот. Это надо тоже иметь в виду. Но это я вот рассказываю про те вещи, когда нам не совсем понятны причины и надо вот покопать. По поводу лечения чуть-чуть. Вот у нас есть специалист по апитерапии Белов Игорь. Вот. И мы с ним там часто обсуждаем всякие вопросы по репродукции. Он знает, что я интересуюсь. Всегда мне рассказывает там случаи из своей практики. Вот. Чтобы вы знали, что вот апитерапия она очень действенна подчас в лечении бесплодия. То есть он мне описывал тяжелые случаи женского бесплодия. То есть это отсутствие менструации у репродуктивной молодой женщины. И путем вот воздействия апитерапии ему удавалось вернуть не только месячный цикл, но также добиться беременности у данной женщины. Так что, чтобы вы знали, что у нас в Агула в центре есть вот такие специалисты, которые имеют такой высокий класс в плане апитерапии и ее эффективности. Но на сегодня, пожалуй, мы закончим нашу лекцию. Продолжим ее в другой раз уже с другой деталировкой в плане лечения и других аспектов. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание. Всего хорошего.